Долгие годы дорога по улице Долгова в Зимечине была сильно разбита. Приводить асфальтовое полотно в порядок начали в октябре прошлого года. Фронт работы оказался широким. На участке протяжённостью 1640 метров предусмотрели усиление основания. Подрядчик учёл нагрузку от многотонных машин, которые из полей возят здесь свёклу. Полностью заменили основание дороги. То есть заложили слой песка 30 сантиметров и 29 сантиметров заложили щебню. После этого положили дорожную одежду, двуслойную. Нижний слой у нас крупнозернистый асфальт толщиной 6 сантиметров. Второй слой 5 сантиметров мелкозернистый. Работа выполняется в рамках государственной программы комплексной развития сельских территорий. То есть мы идём по программе медсельхоза здесь, да? Да. Значит, контракт был заключен на два года. На объекте стоимостью 29 миллионов рублей осталось обустроить обочину и два съезда. Управиться должны до конца августа. За счёт федеральных средств построена дорога и для населения, и для завода. Ну, для всех жителей это только большие плюсы. На следующий год у нас по программе медсельхоза ещё будет порядка 300 миллионов на дороге к объектам сельской экономики. Поэтому будем продолжать эту практику, будем это делать. А это хорошо, потому что это нам позволит высвободить соответствующие средства из регионального дорожного фонда и пустить их на строительство дорог уже к населённым пунктам. Во время рабочего визита в район Олег Мельниченко пообщался с руководством и сотрудниками филиала радиозавода. Сейчас изготовлением деталей спецтехники здесь и занимаются около 120 человек. Для Зимечина это предприятие является отчасти городообразующим. Ну и, безусловно, это предприятие находится в производственном цикле нашего радиозавода, потому что целый ряд конструкций, которые применяются в сейлках, делается именно здесь. Поэтому думаю, что это такое перспективное предприятие с учётом того, что радиозавод выходит на конверсию. То есть всё больше и больше продукции делается именно по конверсии, то есть продукции гражданского назначения. Также руководитель региона осмотрел здание детско-юношеской спортивной школы, которая капитально ремонтируют. Уже сделана кровля, установлены пластиковые окна, обновляются коммуникации. С 1 сентября здесь смогут заниматься больше 300 детей. У нас есть и тренеры, квалифицированные боксёры, и каратисты. Дети у нас занимают призовые места на области, на Приволушке федерального округа выезжают. Олег Мельниченко поручил продумать благоустройство территории у обновлённых спортшколы. При этом сообщил, что в следующем году будет предложен ряд решений по модернизации общественных пространств в Зимичинском районе.